Пришло время вспомнить, с чего все начиналось, с чего начинался этот канал. Время ностальгии. Приятного просмотра. Ах, студия-мельница. Сколько у меня с тобой воспоминаний. Моя родненькая, спасибо тебе за весь опыт, который ты мне дала. Так, ну давайте-ка по порядку. Прежде чем я отправилась в свободное плавание более крупной рыбкой, я, будучи мальком, тусила пять лет в художке. Потом течение. Меня унесло в училище имени Рериха. Там нас учили настоящему искусству. Я, недоучившись, бросила учебное заведение. И целый год, ничего не делая, сидела дома на шее у родителей. До тех пор, пока мама не высказала мне все, что она обо мне думает. Дочь, ты достала. Посмотри, на кого ты похожа. Займись чем-нибудь. Найди работу. Первое, что мне пришло в голову, это... Свободная касса. Уже мысленно примеряя костюм кассира, я получила инфу от одного чела. Тип... Эм, Лаура, собери портфолио из рисунков и иди пробоваться на студию Мельница. Я такая... Ну не-е-е. Ну не-е-е. Это слишком сложно. А ладно, пофиг, окей. Собрав под мышку лучшие работы, я бегу, еду к студии Мельница. Это оказалась настоящая крепость. Со своим болотом, стеной, огнедыщащими драконами и лабиринтом внутри. Добравшись по лестнице до самого верхнего этажа третьего, я села ждать своей очереди. Пока комиссия рассматривала мои работы, в кабинет зашел он. Мой будущий хейтер. Чел, с которым связано много-много забавных историй. Итак, комиссия, они же ведущие прорисовщики, выдали мне тестовые задания. Прорисовка – это один из этапов создания мультфильма. Прорисовщику на студии Мельница выдают одну готовую анимацию. Точнее, одну сцену, сделанную аниматором. И прорисовщик должен исправить все анатомические ошибки, неровности и также отследить пропорции. В общем, из такого сделать такое. Так вот, с заданием я справилась, так скажем, плохо. Меня уже хотели выгнать. Нетушки, ну уж нет. И я попросила еще задания. Они не хотят, но согласились. И я снова провалила. Но уже чуть лучше. Они мне сказали, Лаура, пойди еще поучись. Что, в принципе, не помешало бы мне, честно говоря. Но я уже так загорелась этой идеей, что буду работать тут, что не стала принимать совет и просто выпросила задание в третий раз. Короче говоря, в итоге я получила то, чего хотела. С тех пор прошло три с половиной года. Мои работы на студии Мельница. Соответственно, и масса забавных историй. И советов, которые я расскажу в следующем видео. Про злобного деда. Про страсти-мордасти. Ну и про жизнь студии в целом. Пишите, что вам понравилось и чего бы вы хотели узнать еще. Эй! Псс! Да, ты! Не хочешь немного истории про студию Мельница? Хе-хе, я так и подумала. Ну тогда погнали. Вот представьте себе. Сидим мы, значит, аниматоры. Вкалываем нах. И решили немного подхудеть. Потунеядничать, так сказать. И это прокатило бы, если бы не застекленные кабинеты. Выходящие на коридор, где бегает наше начальство и постоянно нас палит. Ни жопу почесать, ни подрать. Так вот. Сидим, развалившись с коллегой, говорим о великом. И тут. Бам! Че? Где? Че это было? Смотрю, а к стеклянной стене прилипла начальница. Как Спайдермен. И смотрит на нас из-под лобья. Так как слышать ее мы не могли, она передавала нам сообщения на ментальном уровне. Фиг ли вы тут расселись? А ну работать! А потом, не отводя взгляду, отлепилась и скрылась в коридоре. Испугался? Обосрался. О, аниматоры. Тоже мне важные шишки. Ах да, это наша местная достопримечательность. Этот древний динозавр работает тут почти от основания студии. И мне иногда кажется, что он как те чуваки с корабля Дэви Джонса, которые вросли в корабль и стали частью корабля. Кстати, мы частенько в разных кабинетах собирались и играли в подземелья и драконы. И тут такая неожиданность. Я узнала, что в игре Dragon Hair Silent Gods практически такая же механика. То есть ход битвы зависит от того, как выпадут дайсы. Но это только отчасти. Вообще, Dragon Hair Silent Gods – это РПГ с открытым миром на западную фэнтезийную тематику. Красотища. Я вот смотрю на эту крутизну, и мне вообще не скучно. И, судя по всему, и я не одна так думаю, а 10 миллионов человек, которые уже скачали ее. В игре представлены культовые персонажи из ДНД, которых будет все больше с новыми сезонами. В том числе Дзирт До Урден – очень крутой чел. Во время этого сотрудничества у Дзирта и его Черной Пантеры Гвен Вивер будет независимая и завершенная сюжетная линия. А встретятся они в игре с великим Баларом Эрту. Так что лучше не профукать такое событие. Вы просто вдумайтесь, насколько это круто. Тактические сражения на основе сетки. Возможность самому создавать персонажей. Теперь Dragon Hair Silent Gods доступен на Mac, Windows, Epic, Steam, iOS и Android. Готовьте свои виртуальные игровые кости для броска. Скачивайте Dragon Hair Silent Gods по моей ссылке в описании. И бросайте игровые кости. У-у-у, аниматори. Блин, вы посмотрите, что он делает. Зачем он нацепил пластиковый стаканчик себе на карандаш? А его рабочий стол? Это произведение искусства. Сушеный хлеб, сушеные пакетики чая, гора бумаги, гора салфеток, сушеные фрукты, сушеные тортики. А еще у меня очки держатся на трубочках. Он просто чудак. Он, будучи прорисовщиком, вечно ругает аниматоров. Да, это наша местная традиция. Враждовать отделами. Каждый отдел считает своим долгом. Втайне обосрать другой отдел. Это происходит так. Аниматор нарисует анимацию и отдает ее прорисовщику. В прошлом видео про мельницу я рассказывала, чем конкретно занимается прорисовщик. Пойди посмотри. И вот прорисовщик сидит и исправляет все анатомические ошибки. И вместе с другими прорисовщиками обсирает аниматора за неаккуратную работу. Потом аниматор смотрит, как прорисовщик отрисовал его работу. И с другими аниматорами обсирает прорисовщика за то, что теперь анимация не такая яркая и живая, как была. Потом прорисовщик отдает прорисовку в отдел заливки. И заливщики начинают проклинать прорисовщика за незамкнутые линии и недорисованные элементы. Фух. Ух, вывод сам напрашивается. Делай свою работу так, чтобы за тобой потом не пришлось исправлять. Ну что, теперь я отвечу на часто задаваемые вопросы. Ты рисовала Лунтика? Нет, Лунтика я не рисовала. Лунтиком занимается 3D-отдел, а я 2D. Я рисую только богатырей. Сколько ты зарабатываешь? Не скажу. А правда, что вы в мельнице рисуете порно с богатырями и не показываете никому? Конечно. Тяжело ли работать на студии мельницы? Да, но зато очень весело. 4 минуты ни о чем. Пошел нахуй. Значит вот, получая на руки сцену, должна взять обкатку на персонажа, которого рисую. Эээ, а что такое обкатка? Обкатка? Так на студии мельницы называют лист с персонажем в разных ракурсах. Профиль 3, четверти, фаз, а также вид, сверху вид, снизу вид, сзади вид, изнутри. Шутка изнутри, нет. Без обкатки нельзя, а то получится кривое говнище. Помню, как понадеялась, что могу нарисовать Алешу Поповича по памяти, не пользуясь обкаткой. И такая гордая, иду к начальнице. Ты что, издеваешься? Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. И она позвала других начальников, и они вместе угорали надо мной. О-хо-хо-хо, и не могу. Переделывай. О чем я только думала? Зачем я так обозорилась? Зачем я так обозорилась? Позорище. Сука. Выламываю дверь. Признаюсь, иногда было так лень переделывать все. Переделки, это же переделки, е-мое, переделки. Так что втихаря я отдавала работу злобному деду. О-о-о, блять. И он, как динозавр, который сто лет уже тут работает, начерикал мне за пару минут. Ленивая хрень, Лаурень. Так, все, иди сюда, с***. Продолжаем эту тему. На студии мельница, как и везде, бывает оврал. Это время, когда у всех горит. Горит работа и сроки-сраки. Ждешь, все тем не работка по прорисовке найдется? Работка-то найдется, но вот свободный планшет придется поискать. Слишком сложно. Сейчас посажу тебя на смену с кем-нибудь. О, вот, пожалуйста. Заходим в комнату. Я тебе сейчас кадык вырежу. За языком следи. Саша, Саша, помогите. Что такое? Ты видишь, я занята? Саша там сзади. О, здравствуйте. Привет. Вот знакомься, Лаура. Привет. Сейчас, оврал, будете работать в смену. Ты с девяти утра до трех, а ты с трех до девяти вечера. Удачи на даче. Аааа, как вовремя. Переворачивает стол. Говно тупого говна. Ты привыкнешь, Саша, хорошее. Так и было. Мне нужен был такой человек, как Саша. Чтобы разбудить во мне ту дерзость и баловство, которые давно во мне уснули после не очень удачных отношений с парнем. Да бывает, че ты? Да бывает. Ничего. Жрать, Лаурец. Идешь? Да, иду. Только надо сначала Поповича дурачка дорисовать. Ха, давай я тебе помогу. Печка. Да, Саша! На жопе каша. Также отмечу, что Саша монстр по прорисовке. И, конечно же, периодически пыталась сбагрить ей свою работу. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. О, Саня! А ты можешь мне, пожалуйста, помочь с... О, по дороге расскажешь. Ну и где, Лаура? Мы часто после работы, когда уже заканчивался оврал, и рабочий график был прежним с 11 утра до 19 часов вечера. Ничего там у вас график такой на мельнице. Да, ничего такой. О, туда нам надо. Бар-жир-фиш. О, нет, Саша. С этой улицей мне грустные воспоминания. Блин. Лаура, для друзей я Чифа. Давай хорошенько сейчас потусим, чтобы уничтожить все печальные воспоминания и заменить их супервеселыми. Да. Слышь, Чифа, давай так и сделаем. Трусить! Следующее утро на работе. Лаура, ты чего как овощ? Где сцена с Поповичем? А? Какая сцена? Сцена, ну, наверное, где-то в театре. Я тебя сейчас уволю. Анимационная сцена, да. Ща-ща, 10 минут набросаю кадрики и это, приду отчитаюсь. Для тех, кто не понял. Когда я была прорисовщиком, я рисовала на планшете. Потом, став аниматором, меня пересадили на кальку. Почему? Потому что. Боже, я не успеваю, меня уволят. А вот нечего было ночью тусить и пить Хованского. Еще и без меня. А вот это Юлец-Огурец или Юлька-Жулька или Юлька-Кастрюлька, как хотите. Моя подруженца, с которой у нас своя атмосфера. Лаурушка-вяленая ушко. Че тебе, Юлец-Огурец? Мне не нравится это движение, глянь свежим взглядом. Так, ну тут лучше сразу застроиться в бокс, а то застрелят. Что? Я не знаю, что посоветуют, у тебя как всегда все очень круто. Да, я такая. Это совсем не зависть. Слушай, Юлька. Давай-ка немного подшутим над теми, кто сидит за планшетами. Хе-хе-хе-хе-хе. О, да, я в деле. Выкладывай свой гениальный план. Короче, вникай, я рассказываю. Мы такие, значит, берем и печатаем древнейший мем Тролл Фейс. Пипец вы старые. Распечатаем нам много крохотных копий. Возьмем скотч. И пока, например, они пойдут покушаться, мы возьмем и заклеим дно мышки. Хе-хе-хе. Какая дурацкая идея. Дурачок-хейтер будет недоумевать, почему мышка не работает. Потом перевернет, и мы его в прямом смысле затроллим. Хе-хе-хе. Так мы и сделали. Заклеили мышку Чифы, хейтера и еще некоторых ребят. В итоге план провалился, потому что в итоге все равно все пользуются пером на художественной студии. Гениально. Но это все равно ужасно весело. Коллектив-то наш творческий. Но поскольку Чифа и Юля работали на студии задолго до меня, они мне, как юнлингу, помогли быстрее освоиться на студии. Чифа поведала мне о тонкостях прорисовки. Короче, это рисуется вот так вот, а это вот работает вот так вот. Саша, зачем тебе кастет? Зачем тебе лишняя информация? Так, получалось, что мы обсуждали работу, даже когда я была у нее в гостях. Вот, значит, смотри, это маисовый полос, это альбинос маисовый полос. А это мои нервы с прорисовки. Воу. Потом, как оперившийся прорисовщик, я ушла дальше, на анимацию. Че ты врешь, ты была ужасным прорисовщиком, и ты вынуждена была либо осваивать новую профессию, либо тебя уволили бы. Чарик, давай не сейчас, пожалуйста. И там уже на анимации мне помогала освоиться Юлька Жулька. Вот, значит, смотри, вот этот расчет использую, чтобы поднять руку резко, а вот этот, чтобы равномерно. Все ясно, а можешь, пожалуйста, не есть бутерброд над моим столом, все крошится. Да кто бы говорил, ты над моим столом вообще суп ела. Хех, нормально так. Конечно, нормально. Короче, так получилось, что одним жарким летом на студии что-то произошло с системой кондиционеров. И почему-то выпало это на самые жаркие три недели. Совпадение. И тогда даже рисование жопы Юли не спасало от страданий. Здравствуйте, можно мне новый карандаш? А то мой расплавился. Лаура, птенчик мой, ты не одна тут страдаешь. Иди рисуй. Нет, я хочу на неделю в отпуск. Подпишите. Хорошего тебе отдыха. Отдохнули, теперь можно и поработать. На мельницу. Here's Johnny. А, точнее, Лаура. О, привет. Не поняла, а почему все еще жарко? Мало того, что кондиционер не успели починить. Так меня еще и пересадили в комнату, где планшеты. А это дополнительное пекло от техники. Просто я та аниматорша, которая рисует на бумаге. У меня вот такой просветный стол с линейкой и калькой. Шоп вы знали, у нас есть аниматоры, которые рисуют на планшетах. А есть те, которые рисуют на бумаге. И я та, кто рисует на бумаге. Допустим, если я рисую и что-то не получается, и я разозлюсь, то я бешенствой могу рвать и мять бумагу. С планшетом так не прокатит. Ребят, вы хотя бы представляете, как вообще выглядит этот процесс рисования ваших любимых богатырей? Мы можем рисовать одну долбаную секунду 3-4 дня. А бывает больше. Одну, мать его, секунду. Вот как это происходит. Тебе дают черновой фрагмент мульта. Ты идешь с ним к режиссеру. Он тебе говорит, как хочет, чтобы выглядело все в итоге. Ты рисуешь несколько ключевых кадров. И картинка становится яснее. Потом показываешь ведущему аниматору. Что? Уже устал слушать? А мы это каждый день делаем. Ну... А ты сидишь и думаешь, что мы на кнопочку нажимаем. И все рисуется само. И вот. Потом это нужно утвердить все снова у режиссера. Окей. А потом это нужно все четко по обкатке отрисовать. Детально, круто, четко. И чтобы это утвердили ведущие прорисовщики. Надо хлебнуть чайку. Чайку? Чайку с чайкой. Как тебе такое? Ой, фак. Эх. Ну ладно, теперь можно приступать к таймингу после всего этого. Иными словами, тайминг это куча-куча-куча нарисованных тобой кадров. Там не две, не три как ключевые. А сорок, сто, двести кадров. Мск. Да, все круто. Но нарисовав все эти сто кадров, может выясниться, что движение неправильное. И пятьдесят нарисованных тобой кадров в помойку. Ммм, просто ужас. Ладно. Но зато потом в кино на богатырях не сидишь. И всем вокруг. Эй, слышь, а это рисовала я. Смотри, сейчас будет мой момент. Смотри, смотри, смотри. Да отстань. Доброе утро. Новый рабочий день. Чего это ты там пишешь? Пишу заявление об увольнении. О, привет. Че это? Юля, дед, я, я. Как говорится, любовь живет три года. Да не, на самом деле это полная херня, но я все равно приплету эту фразу для красоты. И вот, проработала я на мельнице три с половиной года. Это был незабываемый опыт. Приперлась я туда аж в 2015 году, когда делали потрясающий мульткрепость с щитом и мечом. До отвала жопы было круто рисовать сцены боя, мечи, матюки, убийства. На ентом проекте я работала прорисовщиком. И как раз тусила в компании с хейтером, полей и другими прорисовщиками. Блин, эта сцена явно не для такого нуба, как я. Тут работа для профи. И это называется сложная сцена? Хе, вот сцена для профи по крутым ракурсам. А чего он такой кривой? Это называется ракурс? Ничего ты не понимаешь. А что тут понимать? У него лицо поплыло. Да сама ты поплыла. Нормально строить, научись потом тут выступать. Мг, это норма, да? Да, нормально. Дела у меня пошли в гору. Да, а потом с горы. Очень плохо нарисовано. У меня стало все хуже и хуже получаться. Потому что я обленилась. Перестала вдумчиво рисовать и просирала сроки. Коза. Сам. Потом я перекинулась в ассистенты аниматора. Выполняя фазовку между ключевыми фазами. Недолго думая, я сообразила, что тут есть шанс сблизиться с аниматорами. Охо, привет. Нет. Блин. Чтобы они ввели меня в курс дела, и я повысила свой дивизион. Хо-хо-хо. И потом участвовала в турнирах с аниматорами. Короче, просто стала аниматоршей. Когда я вступила в ряды аниматоров, взгляд на окружающий мир поменялся. Теперь в каждом движении я видела график, расчет, ключевые кадры. Так, значит, вот тут идет ускорение. Вот тут голова проходит по дуге. Тут, значит, скорее всего, х-фаза перед падением. И, по идее, тут должен быть сквош. Меня окружала анимация. Я была анимацией. От каждого аниматора на студии-мельнице я отрывала по кусочку знаний. Но мое время подходило к концу. Держите на готове кнопку F, чтобы в нужный момент пресс F to pay respect. Я начала изменять мельнице. Рисовать анимацию на стороне для рыжего Чака. Вот кусочек. И не только с Чаком, но и с Федором Комиксом. Буду я здесь знаменит. Шелебка. Дело в том, что я чувствовала, что лично в моей жизни настал тот момент, когда пора отправляться вновь за горизонт. Но это было пипец трудное решение. Ведь я уже всех там успела полюбить. Начальницу некоторых прорисовщиков, аниматоров и куча других ребят. Всех перечислять, блин, я не буду. Че пристали? Ты че такой злой-то? Но жопа жаждала перемен. Пора в отдел кадров. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, форму на заявление об увольнении. Ой, Лаура, а ты уходишь? Я ухожу. Спокойно, ты же не на другую планету улетаешь. Вот тут напишешь потом к своей начальнице за подписью. Доброе утро. Новый рабочий день. Чего это ты там пишешь? И вот с этого мы и начали. Юлька-кастрюлька нарисовала мне прощальную открытку, в которую все, с кем я тусила, написали мне добрые прощальные пожелания. Я купила жрачку и накрыла стол в коридоре для прощальной вечеринки. Там мы все и распрощались. Я буду скучать. Прощай. Как ты могла? Приходи в гости. А вот мое последнее фото последнего рабочего дня на мельнице, сделанное после прощальной вечеринки. Блин, я сейчас разрывусь. Все, под летний закат, сажусь в автобус, плачу и уезжаю, завершая эту удивительную главу моей жизни. Прощай. Чувствую пустоту, печаль, но в то же время что-то новое. Че такое? А еще мы попали в огромную пробку почти на два часа, а я забыла сходить в туалет. Круто, если поставите палец вверх, а если подпишетесь, вообще кайф. Эммм. Все, пока. Май. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok